Меня зовут Буквалинова Вероника Махсотовна, отдел слоскания Банка Тиньков. Ранее вы договаривались с нашим сотрудником на оплату, но не внесли средства, и условия договоренности были нарушены. Требования банка произвести оплату в размере 19 900 рублей сегодня. Оплата поступит сегодня? Да, до скольки можно? До какого времени? Сегодня до конца дня. До конца дня. День во сколько заканчивается? Просто по Москве или по... По московскому времени. Я просто в Владивостоке живу, у нас уже 0-0. Вот, и что мне делать? А там процент большой, да? Уточните, вы завтра сможете произвести оплату в таком случае? Ну, да, понимаете, смотрите, после ковида у меня это... У меня позже... Подождите, а как вам обращаться можно? Вероника. Вероника. А это отчество, фамилия, давайте как-то, ну мы не на лавочке сидим. Как вот я люблю с ребятами со своими на лавочке сидеть, там Вероника, там, ну так звать, Женя, Петя, Сережа... Вероника Максотовна, Буквалинова. Вероника Максотовна? Да. А фамилия? Буквалинова. Буквалинова. Ага. Ну, сейчас, секунду, я запишу, ладно? Вероника Максотовна. Ну, я как бы завтра тоже хочу, ну, как бы я готов был и сейчас оплатить, я знаю там... Ну, у меня, у меня дойти в банк, давайте вы мне часиков через 10, я думаю, по Москве будет уже... А, нет, стоп, сейчас, у нас, сейчас ночи, вот вы меня разбудили, я прям уже... Приносим свои извинения, при этом у вас указано, как место проживания в Станице Ягалыкская, поэтому... Это может быть какая-то ошибка, ошибка. У меня город Владивосток, улица Хабаровская, 32-16, поместико. Я, к сожалению, не могу изменить контактную информацию в таком случае, когда сможете перезвонить нам по номеру горячей линии. Сообщите, что хотите изменить контактную информацию, адрес, пожелание. Номер горячей линии, напишите, дайте, пожалуйста, я сейчас запишу. 8-800-555-57-75. Ага, хорошо. Так, и какая там, какую там сумму я задолжал? 19 900 рублей. А мне просто пополнить, на номер карты, да, внести? Вы можете по номеру карты, либо по номеру договора произвести пополнение счета. Ага. А вы можете, это, напомнить мне номер договора? Он мне просто бумажка... Да, конечно. Бабушка моя выбрала. Записываете? Да, записываю. 0,26. Ага. 0,26. Ага. 155. 155. Ага. 97, 28. Здесь 97... 97, 28. Это... Это же банк Тинькофф, правильно? Да, правильно. Ага. Понятно. Все, все, конечно, несу. Я помню, я должен, да, знаю. Нам нужно понимать точные сроки, в которые вы внесете оплату, чтобы и звонки вам по поводу долга прекратились. Вы можете сориентировать, когда точно от вас ожидать оплату? Давайте вы мне перезвоните, наверное, часиков через 10. Напомните, понимаете, такая ситуация, мы с бабкой ковидом переболели, и у нас уже, это, шарики, как бы сказать, за ролики, как наши дети говорят, что пошли у нас. Я просто могу забыть. Давайте с вами информацию зафиксируем. Давайте. Также я ставлю заметку, чтобы вам перезвонили. Хорошо, давайте. Завтра сможете произвести оплату? Да, ну, где-то часиков через 10 у нас утро будет. Я скажу, пополню карту и туда. А там какие будут данные указаны, вот по этому номеру, по договору, мои же данные, да, там указаны? Да, фамилия, имя, отчество ваше. Станислав Борисович, вы обещали внести платеж в размере 19 900 рублей до 29 декабря. Уточните, произвести платеж не удалось в связи с тем, что вы заболели? Угу, да. Угу, ковидом, да. А на данный момент сумма для оплаты в размере 19 900 рублей у вас на руках? У бабушки моей. В таком случае давайте составим платежный документ. Но я должна вас предупредить, что если оплата в очередной раз не поступит в полном объеме, банк будет вправе прекратить попытки с вами договориться и выставить к оплате всю сумму долга. Завтра вы готовы обеспечить оплату? Напомните, как вас зовут еще раз? Вероника. Вероника. Ну, как бы... Отчество сложное, поэтому я вам предлагаю обращаться так. Ну, официально, да. Сложно, да, отчество. Как вы там? Я еще раз под замечу. Как вас зовут? Вероника Махсотовна. Махсотовна. Угу, Махсотовна. Хорошо. Вы готовы завтра обеспечить оплату в размере 19 000 рублей? Да, 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 да. Хорошо. Деньги на оплату у вас уже есть, так? Конечно, конечно. Быстрее и удобнее оплачивать переводом с карты на карту через наш сайт или мобильное приложение. Вам удобно будет оплатить таким... Ой, слушайте, а давайте сделаем так. Давайте вот вы меня сейчас прям на мысль навели. Просто там они будут поступать в течение трех рабочих дней. А если я вам сразу на карту переведу, вот вам лично и вы пополните счет. Так быстрее же, наверное, получится. Вы же сотрудник банка. Нет, Станислав Борисович. Так оплата не производится. Вам необходимо самостоятельно пополнить свою карту. Хорошо, ладно. Все, я пополню. Вы тогда позвоните, напомните, я прям сразу переведу вам на счет. Все. При переводе денежных средств через сайт теньков.ру либо через мобильное приложение Теньков, денежные средства, как правило, зачисляются моментально. Поэтому за это можете не волноваться. Нет, нет, конечно, я никогда не волнусь, когда отправляю деньги. Хорошо, информация зафиксирована. Ожидаем от вас оплату в размере 19 900 рублей до завтра включительно. Как только оплата поступит, банк отправит данные о погашении платежа в Бюро кредитных историй. Насейте оплату в срок, иначе отчет идет с негативной характеристикой, которая отразится на вашей кредитной истории. А также оставлю сметку, чтобы вам завтра перезвонили. Подождите, стоп, а как вы можете отметить в истории, если мне уже 65 и мне больше кредит не одобрят? А смысл мне тогда в этой, ну, вы меня пугаете этой характеристикой, если я уже старый перду? Я вас информирую о том, что данные о погашении кредита, о своевременном внесении платежей, направляются в Бюро кредитных историй. Всегда, сколько бы вам лет ни было. Понятно. Окей. Вы с этого номера мне перезвоните? 905-745-04-74? Я не могу проинформировать, так как в соответствии с статьей 7 федерального закона номер 230 банку разрешается использовать абонентские номера, выделенные на основании заключенного договора с оператором связи. Поэтому номера могут быть разными. Я просто боюсь, что вдруг кто-то из мошенников позвонит. Вы мне позвоните, тогда напомните, сейчас как через 10. У меня сейчас лекарства, уже голова начинает кровиться. Ровно через 10 часов в обрезании? Да, будет утро, день, да. Наберите, пожалуйста. Минут.